Привет! Я Юрий Сорокин. Я веду канал Юрген, твой проводник цифровой мир. И совместно с творческой лабораторией Носиклаб мы проводим курсы основы цифрового дизайна для начинающих. Для поддержки данного курса я записываю эти ролики с уроками по обработке цифровых изображений, анимаций и видео. Сегодня я запишу урок, как подготовить простой баннер для публикации в соцсетях или на собственном сайте. Вперед! Для начала создадим новый документ. Мы знаем, что для публикации Photoshop рекомендует делать документ размером 1200 на 630 пикселей. Создаем документ с такими размерами. У меня уже здесь заранее подготовлен, но мы можем здесь создать разрешение, которое нам необходимо. Ширина 1200, высота 630 и горизонтальное расположение. Создаем. Наложим слой с нашим основным цветом. Для этого идем в настроечные слои. Добавить слой Solid Color. Выбираем абсолютно черный цвет. Это будет наш основной цвет. Разделим наш флайер на зоны. Создаем направляющую. Поделим его либо пополам, либо как две трети к одной трети. Давайте в данном случае возьмем золотое сечение. Это будет, по-моему, 740 пикселей. Эта направляющая не вносит никаких изменений в проект. Просто она для ориентирования по зонам нашего флайера. В этой большой зоне мы напишем сообщение нашего баннера. В эту поместим картинку или фотографию. Для того, чтобы набрать текст, выбираем инструмент «Текст». Шелкаем в любом месте. И набираем наш текст. Допустим, вот так. Используем инструмент «Перемещение». И размещаем где-то примерно в середине нашей зоны. Мы можем в любой момент изменить параметры нашего текста. Для этого еще раз выбираем инструмент «Текст». Смотрим, выбрал ли у нас слой с этим текстом. И нажимаем на наш текст. Теперь нам доступны все параметры текста. В том числе «Шрифт», «Размер шрифта», «Выравнивание». И мы можем выбрать более расширенные параметры нашего шрифта. В данном случае меня все устраивает. Оставим как есть. Внизу мы можем разместить логотип. Любоназвание вашей компании, какое вы хотите. Для этого мы откроем новый файл. «Коммунду». Файл открылся в соседнем окне в фотошопе. Мы выделяем слой, в котором он открылся. «Коммунду». «С». Переходим в наш основной проект. И здесь нажимаем «Коммунду». «В». У нас открылся логотип в новом слое. Сразу мы переведем его в смарт-объект. Чтобы потом легко можно было им манипулировать. «Увеличить» и «Уменьшать» без потери качества. Требентом «Move» мы размещаем его, где нам хочется. Клавиши «Command-T» свободные от трансформации. Изменяем до небольшого размера. Заклашаемся. «Enter». Теперь добавляем еще одну картинку. Открываем файл с желаемой картинкой. Мы можем перенести его в наш основной проект следующим образом. Захватываем этот слой с картинкой. И переносим в ту вкладку, где наш проект находится. И кидаем в поле. У нас автоматически создался слой с нашей картинкой. Давайте наш слой превратим в смарт-объект. Теперь мы можем его трансформировать, уменьшать, увеличивать. Предварительно остановимся на таком варианте. Но мы хотим, чтобы картинка занимала выбранную нами область экрана. Давайте мы картинку положим под слой, на котором черный фон. Теперь она находится внизу и закрыта черным слоем. Нам необходимо в этом черном слое сделать прозрачную область. Для этого мы используем маску слоя. Сейчас у нас маска слоя белая. Мы ее давайте удалим вообще. Теперь берем выделение. Выделяем область, которая должна остаться на нашем черном слое. И создадим маску слоя, равную области выделения. Для этого используем вкладку «Создание маски». Произошло то, что мы хотели. Теперь можем уже окончательно подвигать нашу картинку. Картинка находится вот здесь. Мы берем инструмент Move и двигаем, как нам хочется. Допустим, вот так. В принципе, наш баннер уже готов. Мы можем его несколько улучшить. Давайте сделаем несколько копий черного слоя. Для этого используем инструмент «Создание нового слоя». Берем слой черный и введем на создание нового слоя. Одна копия. И давайте еще одну копию сделаем. Как ими распорядимся? Значит, наш основной слой черный. Копии мы положим под него. Перетаскиваем мышкой. Теперь слой, который мы положили непосредственно под черный слой. Сделаем ему прозрачность. 50%. И инструментом Move немножко подвинем вправо. Третий слой. Сделаем ему прозрачность. Ну, примерно 25%. И тоже инструментом Move подвинем его чуть-чуть вправо. Мы сделали такой небольшой переход. Можно было сделать его плавным. Это делается несколько проще, но мне не нравится, как выглядит плавный переход. Переход ступенчатый, выглядит более интересно. Я предлагаю попробовать еще один вариант. Допустим, мы будем использовать не черный основной слой, а под основной цвет вашей компании или под основной цвет вашего сайта. Для этого мы изначально наш черный слой, меняем ему цвет. Здесь вы можете выбрать цветовую схему и сразу вбить, если у вас есть номер стандартного цвета. Либо выбрать здесь в палитре. Допустим, вот такой, только чуть потемнее. Картинку мы сделаем двухцветную. До этого идем мы к слою с картинкой и накладываем настроечный слой, который называется Gradient Map. Выбираем этот градиент и настраиваем его. Тени с левой части мы выбираем тени, пусть будут у нас темно-синие. А светлые участки фотографии мы сделаем розовым оттенком, светлее. Наш проект готов. Достаточно теперь только его сохранить. Делаем Save As и сохраняем в виде JPEG файла. Наш проект. Назовем его Banner Facebook. Выбираем близкое к максимальному качеству и сохраняем. Наш баннер готов. Можем публиковать его в сети. Точно так же можно создавать баннеры для любых видов социальных сетей. Допустим, для Инстаграма рекомендуемые размеры 1080 на 1080 пикселей. Такой вариант. Вы можете создать различные варианты одного и того же баннера с одной и той же информацией. Что интересно, Photoshop позволяет внести изменения в один только баннер и все аналогичные у вас изменятся одновременно. Таким образом, вы создали шаблон для всех ваших публикаций. Каждую новую публикацию вы один раз меняете и у вас одновременно меняются все баннеры для разных назначений. Например, вносим изменения в текст. Вы видите, на всех баннерах изменилась двоечка на троечку. И так с любым элементом. Так же можем поменять фотографию. Импортируем сюда другую фотографию, какую-то уже мы делали. Вот как вы видите, все баннеры одновременно скорректировались. У вас теперь есть одновременно баннеры для любой социальной сети. На этом наш урок закончен. Если у вас какие-то вопросы, задавайте. Пока!